Привет, друзья, всем еще раз. Мы сейчас находимся в Юдоне. Как раз сейчас закончился конкурс Best Buddy Japan 2013, к сожалению, в котором я не прошел в полуфинал. Ну, что ж поделаешь. Я хотел поделиться впечатлением вообще в целом об этом конкурсе, что он из себя представляет. В общем, ну, как я уже, наверное, говорил ранее, этот конкурс проводится всего лишь второй раз вообще. И это сказывается очень сильно организацией, потому что организация, конечно, никакая практически была нулевая, несмотря на то, что это Япония. Участников очень много, где-то в среднем, наверное, в целом было около 150 человек. Мужчины делились на 4 категории, молодые, до 30 лет, после 30 до 50, с 50, по-моему, до 60 и после 60. То есть 4 класса, и вот в каждой категории где-то по 50 человек в среднем. Ну, кроме самой последней. Это что касается мужчин. Ну и женщины, по-моему, на 2 категории. Там около 50 всего женщин, наверное, было. Вот. И самое интересное, что вот место ожидания, где участники как раз находились, это было вообще, оно совершенно было не предназначено для этого самого ожидания. То есть это какая-то маленькая комнатушка, которую, ну, я вот заснял на айфон, то есть в которой, представляете, там 60-70 человек одновременно находятся, голых, полуголых мужчин. Их заставляют встать как бы в очередь, несколько рядов шеренги в этой комнатке. Там жара стоит такая неимоверная, практически кондиционера нету. Вот. И ждать пришлось довольно долго, вот эти все перерывы. Вот. То есть по 30 минут два раза где-то пришлось ждать, именно находясь в этой комнате, вот помимо всего прочего. Ну, в целом, какие там еще вопросы? Что еще там? А как ты попал? А, как попал. А, ну вот конкурс, как я вообще узнал, как я помню, он этот конкурс. В общем-то, мне посоветовал мой менеджер в одном из агентств модельных, потому что он сам там участвовал в этот же раз, правда он был в другой категории, старше 30. Вот он просто мне сказал, что типа, ой, есть такой конкурс, давай поучаствуй. Ну, я посмотрел в интернете, в принципе, довольно быстро нашел. Конечно, сайт там довольно-таки сложно понять, что к чему. Ну, кое-как я-то отослал свои данные, анкету, заявление, фотографии. Мне прислали, что да, вы согласны, приходите. И вышлите 6 тысячиен за участие. Я выслал 6 тысячиен и, в общем-то, меня пригласили. Ну, нужно сказать, что, опять же говоря, об организации, то есть я там, мне никакой информации мне не присылали, мне приходилось самому там уже в последний день смотреть на сайте, какая там была организация и так далее. Вот. Билет, по-моему, 3 тысячи я стоил. 2 до 10. А, 2 до 10? За 5,5. За 5,5 тысяч. А, ну вот, да, видимо, зависит от дальности, как обычно. Да. Вот. Что касается именно моих собственных впечатлений, я очень доволен, что смог. Это было мое вообще первое выступление подобное, где надо демонстрировать свое тело там, да, ну или вообще что-либо. Какой такой конкурс красоты, наверное, да. Вот. То есть готовился я к нему, ну, непосредственно диета, наверное, у меня длилась около 3 месяцев или 4. Вот. Последние они были особенно тяжелые. То есть вы, наверное, могли наблюдать по моим предыдущим видео, что там у меня был такой довольно-таки заторможенный голос иногда. Вот. То есть это недостаток глюкозы в мозге. Вот. Отсутствие углеводов в пище. Вот. И последние дни я еще даже не пил воду где-то целый день, наверное. Тоже было очень тяжело. Вот. Ну, мне это, я это делал очень для себя, чтобы посмотреть, на что я способен вообще. Смогу ли я такой выдержать. Ну, я это посмотрел. Теперь я доволен. Вот я уже нахожусь в гедоне, кушаю рис с мясом. Вот. Поэтому, я думаю, теперь я буду не такой сухой, но зато очень веселый и счастливый. Вот. Ну, что еще? Какие там еще вопросы могут быть? Какие еще впечатления, в принципе? Ну, да, мое выступление вы увидите или, наверное, уже увидели. Собственно, видео, которое мы сняли, нам удалось заснять довольно немало интересных всяких кадров, в том числе и за кулис. Такие короткие интервью. Ну, да, в общем, ну, ладно. Ладно, друзья, с вами был Сергей Куваев. Подписывайтесь на мои видео, на мой канал, ставьте палец вверх, рассказывайте друзьям, пытайтесь их распространить. Я вам буду очень за это признателен. Увидимся в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok